Друзья, я вас приветствую. Сегодня мы поговорим на тему, о которой меня очень часто спрашивали и регулярно появляются вопросы. Тема настолько сложная, потому что разобраться в ней до конца, я вообще не знаю, есть ли люди, которые разобрались и поняли тему денег, энергии, тем, как управлять, каким законом все это подчиняется. Наверное, есть такие люди. Мой путь достаточно сложен в этой сфере, и об этом я тоже вам расскажу, почему он был сложный. Я уверен, что в этом выпуске вы найдете ответы на многие свои вопросы, и, может быть, станет чуть больше ясности. И уж точно на моих ошибках вы сможете научиться, надеюсь, хотя это, конечно, мечта, учиться на ошибках других. В основном нам приходится учиться на своих и много-много раз их повторять, что я и делал благополучно, много лет, об этом тоже с вами поделюсь. Своё повествование, так как оно будет опираться на разные периоды моей жизни, я построю в хронологическом порядке, разобью на этапы осознания и что я делал с категорией денег, как я понимал на каждом из этапов, как с ними нужно обращаться, как их нужно пытаться приумножать. И после каждого этапа будут определённые выводы, к которым я пришёл. Начинаю я с детства, потому что всё произрастает оттуда, для меня, по крайней мере. А точнее, моё совершенно расслабленное отношение к деньгам произрастает, естественно, из семьи, о которой я уже говорил вам не раз. Мы не выбираем семью, в которой мы рождаемся, и невольно наследуем то, с чем мы столкнулись в детстве, к чему мы привыкли. Невольно. С этим мы ничего поделать не можем. Моя история наихудшая, потому что детство было наилучшим. Мой дед был академиком Советского Союза в области радиоэлектроники и автоматики, главным учёным в СССР по ЭВМ, по компьютеризации. Тогда ещё не было слова компьютера, да, по созданию мощнейших ЭВМ в СССР. И, естественно, дед, помимо того, что он был человеком исключительно уважаемым, он был человеком заботливым. Заботился о том, чтобы дать мне наилучшее образование. Не только мне, ещё был второй внук, это мой двоюродный брат. Детство моё прошло в ощущении полнейшей защищённости, полнейшего достатка, но весь спрос ко мне предъявлялся с позиции чести, хороших оценок, этики, вежливости. О деньгах вообще думать совершенно не приходилось, всё у меня было. До того момента, пока не стало всё меняться в стране. Я 71-го года рождения, поэтому конец 80-х, период развала существующих, я бы даже сказал, наверное, год 90-й уже, как раз застал меня стремительно взрослеющим. Мне 19 лет, я учусь в финансовой академии на факультете международные экономические отношения, сейчас это называется государственный финансовый университет. Множество студенческих обменов в моём институте, в основном с Германией, по экономическим программам. Деньги хочется заработать, свои стипендии в институте просто смехотворные. Несмотря на то, что у меня она была повышенная, но всё равно она смешная. И всё начинает, институт начинает разваливаться, преподаватели начинают уходить в разные совместные предприятия. Я еду в Германию по студенческому обмену дважды, в короткие поездки по две недели. Значит, 90-й год. И вот во время одной из этих поездок мне удается поработать там на выставке, демонтируя выставку. И я получаю свои первые за день 80 Deutsche Mark. Так, чтобы вы понимали, 80 марок – это было где-то 55 долларов, 60 долларов, где-то так. Ребята, 55 долларов в 90-м году – это, наверное, стипендия за год не сравнится. Я сейчас курс не вспомню, но это просто стипендия была смехотворная. 55 долларов – огромные деньги. И я почувствовал в 19 лет. Я знаю, сейчас многие из вас, ну, работали, наверное, и в школьные годы, но в те времена для меня, для меня это были первые деньги, которые я заработал сам. 19 лет. Дикость. Но я почувствовал вкус. И я понял, что я хочу еще. Настоящее ощущение самостоятельности. И со мной разговаривают люди, русские немцы. Вы знаете, что в Германии были поселения достаточно такие активные, иммигрантов, или точнее, да, возвращающихся немцев из Казахстана. Так называемые русские немцы. Или немцы из СССР. И вот эти люди сообщают мне, что они планируют взрослые люди, семья, там, муж, жена, по-моему, пару детей у них было. И они сообщают мне, что хотят открыть видеопрокат для русскоговорящего вот этого иммигрантского сообщества. Не помогу ли я им раздобыть множество кассет, тогда еще кассеты VHS, с золотым фондом советского кино? Потому что все скучают по фильмам. Я говорю, так, давайте я попробую, дадите мне список фильмов. И вот они мне дают список из нескольких сотен фильмов. Всякие там Ирония судьбы, Кавказская пленница, Джентльмены удачи. Ну, вы понимаете, основа советского кинематографа. Рязанские, рязановские фильмы. А, и мы договоримся о цене. Они мне сразу говорят, что если мне удастся на кассетах в хорошем качестве записать эти фильмы, то они у меня их купят по, по-моему, по 25-30 марок. Что-то вот в таком духе уровень цен. Я с этим, можно сказать, бизнес-предложением на человеческом доверии возвращаюсь обратно в свою студенческую жизнь и пытаюсь узнать, где это можно сделать. В 90-м году это было сделать совсем несложно. Я имею в виду записать эти фильмы. Я отправляюсь на Старый Арбат. Там, значит, видеосалоны. Ты входишь с улицы, там такая комната, и стоят вот эти видаки, видеомагнитофоны. Все подключенные друг к другу кабелями, люди переписывают, перегоняют фильмы для видеопрокатов. Тогда вся Москва была в видеопрокатах. В кино фильмы западные, естественно, не шли, но зато все ходило на кассетах. И кассеты все время записывались, записывались, перезаписывались. Множество-множество видеопрокатов по городу, видеосалонов, где можно было смотреть эти фильмы. Так вот, я прихожу туда и произношу им эту неординарную просьбу. Говорю, ребята, вы не могли бы мне вот по этому списку записать максимально срочно фильмы? Они говорят, без проблем. Смотрят на список, говорят, мы найдем все. Записываю я весь этот гигантский объем. Помню огромные сумки, которые у меня набиты этими записанными кассетами. Дальше я решаю съездить в Шереметьево, спросить, есть ли какие-то преграды для того, чтобы вывести такое количество видеокассет с фильмами. Это, мне кажется, мне, наверное, мама подсказала или папа. В общем, кто-то мне сказал, что ты день съезди, удостоверься. Я приезжаю в Шереметьево, мне говорят, не, просто за сутки до вылета сдайте нам на проверку. Я говорю, ребят, там сотни кассет, там очень много. Они говорят, да ничего страшного, мы успеем, мы посмотрим. Я говорю, ну, хорошо. И вот я на каком-то автобусе везу эти гигантские сумки. Ну, это, ну, вы представляете, объем видеокассета-то, она такая нормальная. В общем, несколькими поездками я все туда к ним привез, в Шереметьево сдал. На следующий день у меня вылет. Без всяких проблем. Мне все это отдают обратно. По-моему, потом уже эти немцы мне сказали, что лишь одна кассета была перемотана. Что-то они там посмотрели, видимо, так, для удовольствия какой-то фильм. В общем, я со всем этим огромным багажом, не помню сейчас, как я это паковал. Мне почему-то кажется, что я на борт все это заносил. Не помню. В общем, меня встречают в Мюнхене, все комфортно, со мной расплачиваются. И я максимально комфортный провернул вот этот бизнес, бизнес-дел. Первый в своей жизни. Получил несколько тысяч, несколько тысяч долларов на выходе. Чистой прибыли. Рентабельность там была совершенно феноменальная. Ну, вы сами понимаете, во сколько мне обошлись эти корейские кассеты и эта запись. Я сейчас, естественно, не помню. Но там, я думаю, было X5. Точно, может быть, в пять раз, может быть, больше был заработок. Не помню, пришлось ли мне занимать что-то. По-моему, мне пришлось заплатить за визу. Тогда визу нужно было получать каждый раз. И, по-моему, мне виза обошлась... Сейчас, секунду. Да, по-моему, мне виза обошлась в 200 марок. То есть, вот это та сумма, которой, мне кажется, у меня не было. И мне пришлось ее занять. И я ее потом из прибыли уже отдал. Я почувствовал буквально за эти короткие три недели, первое, что возможности вокруг и возможности массы, и действительно, 90-е, начало 90-х, особенно начало, 91-й, 92-й год, все ниши, абсолютно все были свободны. Делай, что хочешь, фантазируй возможности тогда заработать и сделать какой-то бизнес. Ну, слушайте, я думаю, даже через 10 лет еще возможности было. Ну, почитайте истории успехов, истории успеха. И вы увидите, сколько было возможности. А уж в начале 90-х все просто состояло из возможностей. Главное, с криминальными элементами разобраться. Но тоже для этого нужно уже что-то крупное делать, чтобы узнали о твоих доходах. В общем, мне показалось тогда, что это очень просто, но меня тянуло в Калифорнию. Я уже об этом когда-то рассказывал, что у меня была мечта вырваться из своего привычного окружения и увидеть мир. Попробовать жизнь на вкус, попробовать себя на прочность. С этими деньгами заработанными я и улетел в Калифорнию. Дальше история вам была рассказана. Какой вывод я сделаю из этого первого периода? Своим детским наследием первая же бизнес-сделка, которая мне так легко удалась, я сразу получил easy money, это, наверное, только так можно назвать, да, совсем легкие деньги, не шальные, но легкие. Пусть не какие-то супер большие, но для 90-го года, я тогда, кстати, посчитал, у меня получилось, что я могу по тогдашнему курсу не работать лет 10 вот на те деньги, что я заработал. Но понятно, что дальше уровень цен стал очень сильно меняться. В общем, в 92-м году я улетел, улетел в Калифорнию. В Калифорнии начался совершенно новый период в моей жизни, когда я выживал. Естественно, деньги мои быстро очень закончились в Калифорнии. Прям, по-моему, месяца за 4 я потратил. И я вообще жалею, на самом деле, что у меня была столь значительная сумма. Я, естественно, что-то за предшествующий год-полтора в Москве потратил. Это дало мне какую-то подушку, но она была лишняя, на мой взгляд. Хватило бы и там пары тысяч просто, чтобы я побыстрее включился в такое жесткое выживание и зарабатывание в Калифорнии. Вы смотрели наверняка выпуск «Нужно ли тяжело работать?». Там я подробно рассказываю о своих трех годах в Калифорнии и как много, на каких простых работах я трудился. Я в полной мере познал, что такое стоять на земле на своих ногах без какой-либо помощи семьи. Это и была моя цель, и это я получил сполна. Поработал я вдоволь и разгружая почтовые машины, работая вышибалой в баре 2 года, развозя пиццу. Что еще я делал? Продавал спортивное оборудование, работал консультантом в спортивном клубе. Совершенно неожиданно для меня появилась эта сфера, потому что я и не думал, у меня же образование экономическое, ничего связанное там с фитнесом. Фитнес просто, тренировки были моим хобби, и никак не думал, что из этого можно зарабатывать какие-то деньги. Вот, благодаря габаритам я тогда весил много, набрал большой вес, 125 килограммов. Я был прям такой детина. Конечно, жировая масса тоже присутствовала, но зато вышибальство в баре это очень помогало. Я просто сидел, и все пожимали мне руку, и я проверял, чтобы людям был 21 год. В общем, интересные времена. Чему они меня научили тогда? Они научили меня зарабатывать, зарабатывать тяжелым трудом. Ни шальные деньги, ни изи мари, и ни деньги семьи. А как зарабатываются деньги, вот по джеку, по джеку лондоновские? Тяжелым физическим трудом, недосыпом, абсолютно неквалифицированной работой, без использования мозга. Для меня, для меня это было 100% полезно. Потому что тогда я посчитал то, что в дальнейшей жизни, что бы со мной ни происходило, я знаю, что выжить, вот просто на земле выжить я смогу. Как здесь, в Калифорнии сейчас, когда я вижу, низ высока сейчас, ребят, говорю, вот я вижу людей на заправке, бомжей так называемых, ну, хотя тоже бомжу рози, но вот подходят люди с табличкой такого возраста, даже каким я тогда был. Не знаю, там, 21, 22, 25, просто бродяги. Ребята молодые, бродяги, и они просят, со стаканом ходят, просят деньги. Ну, ничего им не мешает пойти разгружать почтовые машины по утрам, как это делал я. Вы понимаете, UPS, там, или развозить пиццу. Ну, ладно, для развоза пиццы нужна машина, но для вышибала нужны какие-то габариты. Но разгружать почтовые машины в UPS спокойно. Каждый из них может устроиться. И еще масса примитивных работ. Им просто неохота, им просто лень. Вот, я знаю, что я этот этап прошел. Дальше двигаемся. Я возвращаюсь в Москву. Вы часто задавали вопрос, почему? Потому что заскучал. Заскучал больше по женской теме, по девчонкам московским. Больше всего я почувствовал, что я теряю корни просто. Что я начинаю терять вот это чувство. Я понимал, что я здесь не становлюсь каким-то местным человеком. Потому что я все равно, ну, это всегда, всегда ты останешься, все равно культуру ты впитал в другую. И опять, это неплохо, нехорошо. Это просто, это факт жизни. Ты никогда не ассимилируешься полностью, как бы ты ни старался. И нормально. То есть, ты со своей самобытностью неся в себе культуру. Но потерять изначальную культуру мне тоже не хотелось. В 23 года, конечно, 24 именно так ты не рассуждаешь. Но на уровне интуиции такие мысли у меня и были. Ну и плюс, как я уже сказал, все-таки девушки московские мне снились ночами постоянно. И я с американками повстречался немного. Но, в общем, об этом я тоже рассказывал в выпуске. В чем особенность американских девушек? Вернувшись в Москву, началось другого типа выживания. И хорошо, что я в Калифорнии все-таки обрел новую для себя специальность работы в спортивных клубах. Я все понимал о том, как они работают. Плюс я знал полностью язык. Ну, я и улетал с отличным английским. А вернулся я еще со знанием спортивной сферы, со знанием разговорного языка, повседневного языка, бытового. Плюс со знанием языка менеджмента и со знанием всей сути работы спортивного клуба. Потому что все три года я все время тренировался. Я помогал с продажей клубных карт. Спорт-клуб был небольшой, в котором я занимался. Я все время, я помогал с закупками спортивного оборудования. Я пытался тренировать каких-то людей в режиме персонального тренинга. Но у меня было буквально 2-3 клиента. Это были просто друзья. Совсем не за большие деньги. Я это делал как хобби. Просто как хобби. Но главное, что я понимал всю эту сферу. И вот в Москве мне удается устроиться в открывающийся тогда спортивный клуб Goldjam. В 96-м году. А вернулся я в 95-м. То есть год я помыкался. Рассказывал вам в том выпуске про мои 90-е. Там чего только не было. Я там и аудитором пытался поработать. В какую-то группировку чуть не попал. В общем, там было сплошное веселье. Хорошо, что я оказался в спортклубе. И вот, ребят, дальше начинается фундаментальный период моего внутреннего примирения. С 25 до 30 лет. Работа с гордыней и амбициями. Я понимал, что я абсолютно недореализованный человек. Что приходят люди с огромными деньгами. У которых фундамента им было дано намного меньше, чем мне. А денег у них там в сотни, в тысячи раз больше. Но я учился тогда понимать, что суть процесса не... Естественно, я это и так понимал, что суть-то не в деньгах. Суть в том, вообще, чем ты живешь и радуешься ли ты от того, что делаешь. Но эти разговоры в 26-27 лет, они слабо успокаивают. Но здесь на помощь пришли как раз философские книги, которые я стал читать. Плюс мое сильнейшее увлечение тем, чтобы в спортклубе все круто работало. Все-таки я с самого начала занимал менеджерскую позицию. Набирал персонал, обучал персонал. И каждую возможность, которую мне предлагали в те годы... Как раз я начал тогда писать для первого западного журнала о фитнесе, Men's Health. Именно западный, международный, мировой журнал, который открылся в Москве в 98-м. И редакция ходила как раз в Gold Gym. Они мне предложили писать для этого журнала. Я за все возможности брался. Первые фитнес-конвенции, я брался выступать на них с лекциями, с семинарами. Ни за что я не просил никакие деньги, потому что мое мышление полностью абстрагировалось тогда от... Я понимал, ну какие это деньги. Это не те деньги, с которыми приходят люди в спортклуб, которые заработаны на бизнесе. И я понимал по тому еще примеру с видеокассетами, что бизнес это совершенно вообще другая конструкция. А здесь, ну что, я получу плюс... В общем, знаете, в очередной раз я, как и в детстве, я был абстрагирован от темы денег. Мне неинтересна была тема вот этого выживания. Я знал, что я выживать могу, что я зарабатываю достаточно, чтобы заплатить за квартиру, купить пропитание, что-то купить своей девушке, сходить с ней там куда хочется, там в кино, куда-то еще. Но никаких излишков. Может быть, две с половиной тысячи долларов в месяц, три тысячи долларов. Тогда все в долларах считалось. Это конец 90-х годов. В общем, столько и было. Терпения я вырастил в себе очень много за те годы. Но я считаю, что дальше настает совершенно иной этап. Потому что до момента, до 30-летия, я не беру сейчас этот бизнес с видеокассетами. А дальше, до 30-летия, я полностью, считайте, с 21 до 30, я вжился в конструкцию, когда у тебя нет излишка денег. Все, что ты зарабатываешь, ты тратишь на поддержание своего образа жизни. И этот сегмент, я считаю, я прошел достойно, с хорошим опытом. И самое главное, я научился делать дополнительные вещи, не ожидая за это оплаты. Мне не нужно было платить за каждый шаг. Я просто делал вещи, потому что мне нравилось их делать. И оно накопилось. И в 2001 году, это как раз 30-летие мое приближается, вдруг как прорвало. Мне поступило с разрывом в несколько месяцев два невероятных предложения. Первое было относительно управления спортивным клубом, который открывался на Рублевском шоссе. Это Олимпик Стар. Сейчас я уже, я знаю, что клуб все еще существует, но я никакой ответственности не несу за его теперешнее состояние. В 2002 году, когда он открылся, в 2001 он все еще строился. Мне предложили на стадии строительства возглавить этот проект. Смотрел на эту растущую, огромную, просто там 6 теннисных кортов, боулинг, два бассейна. В общем, там чего так и не было. Парковка подземная, там два тренажерных зала. Ну, то есть 15 тысяч квадратных метров вместе с эксплуатируемой крышей. Я ходил вокруг этой махины и думал, я этим буду управлять невероятно. Там, естественно, зарплата была уже значительно выше. И занявшись уже этим проектом, мне вдруг из редакции, из издательского дома Independent Media поступает предложение стать главным редактором журнала Men's Health. Потому что главный редактор, который был с момента открытия, уходит из журнала создавать новый, в новый издательский дом, создавать журнал, открывать журнал Maxim. И вот у меня собеседование с главой издательского дома, это Дерк Сауэр, такой легендарный человек в те годы, это голландец, который как раз создал издательский дом Independent Media. И он мне говорит об этом, что ему нужен главный редактор. Я говорю, я не журналист, говорю, как вы себе это представляете? Он говорит, я поговорил очень со многими людьми, я знаю, насколько ты идейный человек, мне нужен идейный вдохновитель журналистов, у меня полная редакция, нужен идейный лидер. Сказать, что я был там как-то польщен, это ничего не сказать. Я был просто потрясен. И первой возможностью, о которой я сказал чуть раньше, и этой второй, и самое главное тем, что мне нужно выбирать. Из двух абсолютно просто сказочных историй. Но только в одном случае это огромная, гигантская бетонная конструкция, которую можно пощупать. В ней будут тренажеры, которые я потом поехал в Германию выбирать. А здесь это пачка бумаги, но которая влияет на людей. И с тиражом уже на тот момент 120 тысяч, и там, по-моему, пять человек читали каждый журнал. Напомню, это 2001 год. Никакого еще, никаких интернет-изданий, все на бумаге, все еще классические СМИ. Но я уже взялся за спортклуб. И я говорю этому Дерку, говорю, Дерк, мне... Я готов не спать ночами, если вы позволите совместить. Я буду... Я помню, как я еду по Москве и представляю, как я буду жить, если я, например, 8 часов буду работать в фитнес-клубе, а потом я буду приезжать в редакцию, и дальше я говорю, я смогу выживать, ведь если буду спать всего лишь по 6 часов. К тому же до этого я практиковал там борьбу со сном. Ну и мне, конечно, отвечает Дерк, говорит, Денис, простите, мне нужен человек, который будет просыпаться и засыпать с журналом в голове. Потому что, говорит, для меня безумно дорог этот журнал. Ну, вообще, все журналы в издательском доме, а там были очень крутые международные издания, Playboy, там был Cosmopolitan, газета Moscow Times. Ну, там было и еще, там 20, наверное, печатных изданий, и, в общем, мне приходится отказаться. Так вот, я перехожу к теме, к новому этапу денежному. Получение большего количества денег впервые в жизни, чем я мог потратить. Опять, здесь, ребят, надо понимать, при разумном расходовании у меня не было тяги сильной к спецэффектам. И, хотя, об этом тоже я скажу, то есть, какие-то невероятные машины, невероятные квартиры. Я понимал, что мне пока, то есть, мне живется комфортно, все у меня есть. И вот я начинаю получать зарплату, которая превосходит то, что мне нужно для нормального, комфортного житья. И это состояние ознаменует новый этап, к которому, я надеюсь, многие из вас уже пришли или придут. И это начинается ответственнейшая история. Потому что, как вы поступите с этим излишком, определит на много лет вперед ваше будущее. Я еще вернусь ретроспективно к этой теме, потому что я не знал, как с этим излишком обращаться. И, по чистой случайности, пока ошибок еще не успел совершить. Я инвестировал деньги тогда в появившиеся ПИФы. Это паевые инвестиционные фонды. А фактически это как бы инвестиционный пакет, который формирует для тебя банк. Я сразу начал инвестировать в эти ПИФы. Я вложил, к счастью, деньги приросли. На приросшие деньги я решил купить себе крутую машину. Я говорю, я свободен от спецэффектов, но мне так хотелось приобрести крутую тачку для себя. Для себя, потому что в 90-е я насмотрелся на эти суперавтомобили. Я думаю, так, но надо мне тоже, значит, для себя это дело приобрести. Но, конечно, одной машины оказалось мало. Я приобрел еще одну, потому что одна была легковая. Это там Мерседес купе, самый там суперзаряженный. Второе, значит, это был джип Chevrolet Tahoe. Это 2000-е нулевые годы. Короче говоря, ладно. Избыток-то продолжает поступать, естественно, и что-то с ним нужно делать. И дальше у меня произошел переход от управления этим огромным клубом. Через пару лет я перешел управлять сетью. Об этом тоже я вам когда-то рассказывал. Там зарплата, во-первых, там сеть росла, там клубов было больше. Дошло количество клубов до 10. Это в разных городах страны. Полноценные спортклубы с бассейнами, с тысячами клиентов. Там у меня было огромное количество бонусов за выполнение двух планов по каждому клубу. По продаже доп. услуг и по продаже карт. И там моя зарплата уже стала достигать 35-37 тысяч долларов в месяц. Вы представляете, какой избыток? И уже столько денег потратить это надо уже, конечно, быть просто большим транжиром. Я, естественно, этого сделать и не смог бы, и не хотел. Хорошо, что здесь друзья меня вовлекли просто в ипотечную тему. Если бы не они, то я вообще боюсь предположить, в какие авантюры я мог бы пуститься, зная свое легкое отношение к деньгам. Именно благодаря детству. И меня друзья вовлекли, потому что купили квартиры. Мои как раз коллеги по Олимпик Стару, по вот предшествующему вот этому спортклубу, которым я управлял. А конкретно директор по эксплуатации Игорь. Да, вот он как раз мне говорит, Денис, ты просто должен приехать в Гранд Парк и посмотреть. Это был такой жилой комплекс. Он тогда только строился на Ходынском поле. И говорит, цены растут просто стремительно. Ребята, это 2004 год. 2004. Так, Гранд Парк только начинает строиться. Короче, спасибо Игорю. Я начинаю квартиру за квартирой покупать по ипотеке. Зарплата у меня практически вся белая. Банки под белую зарплату выдают ипотеку только так. Вообще спокойно. Импекс Банк тогда, я помню, выдал мне ипотеку на 10 квартир. Вообще, я покупаю 10 квартир по ипотеке. Мой ежемесячный платеж по ипотеке, ребята, в 2005-й, 2000-й, да, по-моему, это уже 2005-й, составлял порядка 20 тысяч долларов. То есть, я из 35-37, которые зарабатывал в месяц, 20 платил платежами по ипотеке. Но я чувствовал себя правильно. Знаете, почему? Потому что каждые полгода рост цен на недвижимость был невероятный в нулевых годах. Это было золотое время. Поэтому мне было не жалко отдавать большую часть зарплаты платежами по ипотеке, потому что я видел, что мои инвестиции просто растут, растут как грибы. У меня при этом, конечно, работа кипит. Я управляю спортклубами. По утрам я начинаю вести телевизионную программу. Опять все с тем же посылом. Помните, что мне не нужно ничего дополнительного. Я вообще за ведение телевизионной программы, я бы сам доплачивал. Вот. А мне еще и стали платить деньги на телевидение. Я вообще, я просто эти деньги отдавал тогда маме. И говорю, мам, давай какой-нибудь детский дом найдем. Потому что я просто, я не чувствую себя вправе брать эти деньги. Потому что и так у меня все планы выполняются по клубам. Клубы растут. В общем, команды у меня прекрасно удалось собрать. В общем, все. Знаете, ребят, как? Как будто все, что я делал 10 лет до этого, вот оно сплелось в какой-то абсолютно феноменальные вот эти 6 лет. 6 лет длился этот, ну, не то чтобы взлет, он не прекратился после этого. Просто закончилась моя менеджерская история когда-то в жизни. Потому что я просто наелся менеджментом. Настало время делать что-то новое. И вот тогда я начал эти ипотечные, эти квартиры продавать. Потому что, естественно, жить я в них не собирался. Но спрос был очень высок. И не скажу, что по всем 10 я получил плюс, но по большей части получил плюс. Я сейчас плюсом считаю за вычетом процентов по ипотеке. То, что процент по ипотеке, импекс-банк тогда, по-моему, у меня было процентов 12 годовых. И инфляция, по-моему, тогда вообще как таковая и отсутствовала. То есть курс доллара был совершенно стабилен. Курс рубля к доллару что-то в районе 30-29, может быть. В общем, за вычетом процента деньги свои я вернул точно. То есть все то, что было выплачено на проценты, было получено мной обратно. Ну, вы поняли идею, да? Но по большей части квартир я еще и получил дополнительные. Дополнительный там рост какой-то феноменальный. По-моему, по самым первым квартирам 2 200 за метр, по-моему, они были куплены. И 6 600 они были проданы. Ну, то есть это невероятно. Простите, я чуть-чуть начал подрагивать, потому что холодает, вечереет. Поэтому у меня такая трясучка легкая. Ну, ничего, продолжаем дальше. И, в общем, формируется некая сумма. Это 2007 перелом 2007-2008 года. Вы чувствуете, да, там предстоит кризис. В общем, ребят, я не буду сейчас вдаваться вам в подробности. Слава богу, что я не прогулял все эти деньги. Но прогулял я огромное количество денег. Начал учиться здесь в актерской школе в Лос-Анджелесе. Значит, начал какие-то безумные покупки совершать. Покупал машин, теперь уже здесь. Ладно, там в Москве несколько машин, еще здесь купил несколько машин. О недвижимости стал думать здесь. В общем, гулял конкретно. Девушки, поездки, перелеты. Слонялся по миру. В общем, да, пару лет. Даже года три совершенно. Ну, правда, я писал книгу. Вот это фитнес-гид по жизни, которая с тех пор как раз вышла и продается. Книгу написал, я считаю, хорошую. Потом еще дописывал. До дела она же переиздавалась много-много. Восемь раз. В общем, пока мне хоть что-то сделал созидательное. Отучился полтора года в актерской школе здесь. Деньги, хорошо, что не прогулял все. Но прогулял где-то полмиллиона долларов. 500 тысяч долларов я точно просто-просто прогулял впустую. Ничего не зарабатывал в те времена. Ничего. Считаю, что... Выводы я сделаю чуть позже. Конечно, нужно было тогда разместить эти деньги нормально. Разместить под какой-то, пусть даже небольшой процент, в какое-нибудь доверительное управление. Либо в какой-то... В общем, нужно было маниакально читать литературу, искать и консервативно разместить деньги. Это сейчас, делая вывод. Опять, вы не перенесетесь в те времена, но вы находитесь сейчас. В консервативном размещении денег есть главный плюс. Это фактор времени, которое в любом случае пройдет. И когда ты оборачиваешься через 10 лет назад и понимаешь, сколько было потрачено... Дальше были потеряны деньги. Я вкладывался в Форекс, потерял. Через каких-то супер-брокеров, которые сказали сейчас, они там 100 тысяч долларов, там 150 тысяч долларов, там еще там 98. В общем, сколько было потеряно на авантюрах, сколько было прогулено просто. Даже не хочется вспоминать. Вывод, вывод, вывод главный. Консервативное инвестирование, либо средней консервативности инвестирования. Вот что нужно было мне сделать. И бесполезно вот этот разговор. Нужно было. С тех пор постепенно я стараюсь поумнеть. К счастью, мне удалось не потратить все. Я продолжал экспериментировать с инвестированием. Что делаю и по сей день? Сейчас вы знаете, какой климат. Биткоин пришел, криптовалюты, вся вот эта авантюра. Я не испытываю сильного кайфа от этих сфер, честно вам скажу. Я не спекулянт по своей... Опять, спекулянт, наверное, не то. Я не трейдер, назовем это так, по своей... Опять же, я прошу никого не обижаться. Я могу не идти использовать слова, а для кого-то это жизнь и профессия. Вот эта тема играть на повышениях, понижениях рынка кому-то дает дикий драйв. И кто-то видит в ней смысл. Я вижу в этом смысл, когда есть идет... Есть какой-то прирост, потом есть убыток, когда у тебя на длительном отрезке прирост превосходит твои потери, ты вроде бы в плюсе. Я не чувствую в этом драйва для меня. Поэтому я предпочитаю, чтобы этим занимались другие люди. Несмотря на финансовое образование. Я ходил в школу юного экономиста уже с седьмого класса в школе, при МГУ. Потом учился в финансовой академии. Читал все эти книги финансовые. Финансовое образование не имеет ничего общего с чутьем на инвестиции. Вот вывод, который я сделал. И это... Либо у тебя никакого образования нет, оно вообще не нужно, но ты чувствуешь эту тему, либо ты академик, доктор наук, но ты не чувствуешь. Опять, бывают, наверное, когда и то, и другое есть в человеке. И образование, и чутье. Но у меня чутья на эту тему нет. Были счастливые случайности. Сейчас я предпочитаю отдавать избыточные какие-то средства в доверительное управление. Теперь, насчет недвижимости. Недвижимость штука, конечно, как я вам сказал, в нулевых мне очень повезло. Когда ты попадаешь в нужное время, на нужный отрезок, точнее, в нужном месте, в нужный отрезок времени, ты можешь очень здорово получить прирост. Например, в Калифорнии за время пандемии произошел просто феноменальный рывок по ценам, а больше даже по спросу. Недвижимости не хватает, и народ покупает, благодаря тому, что в Кремниевые доления распустили людей на удаленную работу. А у них там у всех, во-первых, их десятки тысяч, и у них человек, и у них зарплата сотни тысяч долларов. И, конечно, здесь, в каждом городке по побережью Калифорнийскому я слышу одни и те же истории вот уже на протяжении года, что любое предложение недвижимости тут же кто-то перекупает из Кремниевой долины, давая на сто тысяч долларов больше. Естественно, не за наличные люди покупают, все в ипотеку покупается, то есть mortgage. Но люди из Кремниевой долины с такими крепкими кредитными историями, с хорошей крепкой зарплатой в таких компаниях, как Google, там, Netflix и так далее, Apple, Facebook, дом стоит 1,2 миллиона, они говорят 1,3, и все, они просто перебивают всех по ценам. Но в целом про недвижимость. Опять, ребят, я рассуждаю как дилетант, но мне кажется, что это классно, когда избыток велик. Большие проценты, большая рентабельность, конечно, содержится и находится сейчас, по моим ощущениям, в финансовых рынках. Но здесь, как я уже сказал, нужно либо иметь чутье, либо отдавать в доверительное управление, по-всякому бывает, да, это инвестиционные вот эти отделения есть и при банках, и везде. Самому играть на крипто, у меня вложено, на самом деле, эквивалент, наверное, хорошей машины, у меня вложено и в криптовалюту, вот где-то такая сумма, и там, в акции Теслы. И мне, конечно, приятно видеть, как там акции Теслы выросли, или там, знаете, какой-нибудь эфириум вырос. Но вот я уже поделился с вами, что какого-то супер драйва, внутреннего, не ощущаю. Вывод глобальный, какой я хочу сделать. Моя жизнь, как с детства пошло, так и находится все-таки в той комнате, где развлечения от жизни. Мне должно быть кайфово делать то, что я делаю. Деньги для меня все время в другой комнате находятся. У этого есть... Вы знаете, для меня плюсов у этого больше. Но, опять, это моя жизнь. У вас она другая, и отношение к этой энергии денег, к этой удивительной субстанции другое. Я все-таки предпочитаю играть вот в этой игровой комнате. И лишь иногда заходить в комнату, где находятся деньги. Но так, я говорю, так устроило меня мое детство. Я считаю, что здорово быть в какой-то мере свободным от денег, но для этого все равно ты должен с ними разобраться. Но разбираться с ними ты начнешь лишь тогда, когда у тебя появляется чуть больше, чем ты тратишь для комфортного существования. Этот алгоритм никто не изменит. Либо ты должен ужиматься и вот с этим небольшим избыточком, искусственно созданным, пытаться заниматься инвестициями. Такие истории тоже есть. Я понимаю, насколько это болезненная и сложная тема для большинства. Я лишь поделился своей историей, которая специфическая, как и история каждого человека. Далек я от мыслей о том, что я что-то понял и освоил на тему денег. Совершенно нет. Я все так же нахожусь в детском абсолютно состоянии. Благо, что мне, благодаря моей страсти и энтузиазму по отношению к тем вещам, которыми я занимаюсь, а я всегда их делаю с интересом и всегда делаю с полной самоотдачей. Так же, как писал тогда для журналов или управлял спортклубами. Я делаю это, потому что мне это по кайфу. За что бы я сейчас не брался, я делаю только, вот как играл в футбол в детстве. Я делаю это с полнейшим энтузиазмом. Как будто это самое главное. Сейчас главный футбольный матч, главная игра. Это кайфово. Потом, конечно, после игры здорово зайти и проверить, что там в этой комнате с деньгами, что-то там происходит, есть ли какое-то движение. Но эти комнаты у меня разделены. Если бы они совместились и вместе с игрой здесь же бы какие-то у меня бы денежные знаки были, это был бы другой немножко мир. Опять, ребят, только, 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 только моя точка зрения здесь. Я очень постараюсь в дальнейшем использовать опыт прошлой, потому что если бы я мог вернуться, я бы просто консервативнее размещал избытки все. И сейчас была бы абсолютно другая итоговая сумма. Не в десятки раз, но в десять, я думаю, было бы больше. Лишь, лишь от того, что ты долгосрочно используешь другую, другую стратегию. Скептики могут написать в комментариях, Денис, вы никогда не знаете, как бы произошло, и вы не были бы застрахованы от ошибок. Естественно, естественно. Но есть закономерные вещи с большей вероятностью или с меньшей вероятностью. Вот ту стратегию, которую я бы использовал сейчас, вернувшись назад, с момента, по крайней мере, с 36 лет, вот тогда, с 2007 года, это, конечно, низкое или среднерисковое инвестирование через финансовые рынки с максимальной диверсификацией по сферам. Из года в год, из года в год, из года в год, и десятилетия, 15 лет дадут тебе совершенно другой эффект, чем ты будешь, как я делал, рыпаться в какие-то авантюры, терять, где-то, может быть, зарабатывать, но терять, в моем случае, всегда больше. Гулять, прогуливать, покупать люксовые вещи, но в моем случае, это было, к счастью, все ограничилось машинами, путешествиями, девушками, в общем, каким-то образом жизни. Также расскажу о своей новой игровой комнате, где мне, где мне кайфово. Ну, вы знаете про мой проект «Супертело». Это относится к фитнесу. Без этого я просто не могу. Но я уже о нем вам часто сообщаю. Сейчас я начал философский проект, потому что меня это так внутренне вдохновляет. Я ведь с тех пор, когда я в себе гасил гордыню, вот тогда, с 25 до 30 лет, я начал изучать философские системы. Всю жизнь дальше я продолжаю практиковать и вывел и вывел некий свод принципов, своих принципов того, как мне жить радостнее в этом мире, как смотреть на вещи радостнее, что приводит к результату в дальнейшем, какой взгляд на вещи, какая внутренняя настройка моего вот этого инструмента, если можно так сказать, моего калейдоскопа, моей призмы, через которую я смотрю на мир. И этими важнейшими настройками я стараюсь поделиться сейчас с вами, потому что чувствую, что я вправе, чувствую, что уже 25 лет за плечами именно философской работы это не психология, это чисто фундаментальные философские настройки, взятые из множества философских систем, но пропущенные через сердце, через себя.